Всем привет! Ассаляму алейкум! Балконы сейчас стали в период самоизоляции, местом всего отдыха, работы, съемки. Поэтому мне не стыдно снимать на балконе. Сегодня я перевела для вас одну историю. Перевела с турецкого языка. И это история про четырех девушек. И давайте я вам ее прочитаю. Это история про четырех подруг-студенток. Однажды три из них собираются вместе на разговение. Ифтар. Этот ифтар проходит наилучшим образом. Девушки веселятся, делают совместные дуа и накрывают вкусный стол. Но нет среди них четвертой. Мелихи. Девочки, вот бы и Мелиха была с нами. Давайте как-нибудь отправимся к ней. Предлагает одна из подруг. Мелиха старательная девушка. Часто она здравый смысл в их компании. Та, что предостережет от прогулов, поможет закрыть хвосты на экзаменах. Однажды девушки, желая сделать сюрприз Мелихе, договариваются встретиться у ее дома. Постучать в дверь накануне ифтары и с криками «Сюрприз!» подарить ей неожиданную радость. Знаете, подобно интернет-картинкам ожидания и реальность, мечты девушек вмиг растворяются, когда Мелиха отворяет подругам дверь. Растерянная девушка, увидев неожиданных гостей, несколько секунд молча стоит у порога. Во взгляде у нее читается немой вопрос. «Что вы здесь делаете?» Одна из подруг, дабы развеять неловкую тишину, восклицает. «О, до меня доносится прекрасная аромат, Мелиха! Ты разве умеешь готовить?» Шутя, тыча растерянную подружку в бок, добавляет. «Сто процентов это мама готовит вкусняшки!» В коридоре появляется фигура мамы. Смущенную Мелиха представляет подруг, а мама приглашает их пройти в дом. И три подруги, войдя в дом, резко осознают, отчего Мелиха пребывала в растерянности, завидев их у порога. Все их планы сделать сюрприз рушатся. Все испытывают чувство неловкости. Скромный ифтар посреди комнаты старый ковер, на котором застелена скатерть, а вокруг четверо детей. На общем блюде, на импровизированном столе, макароны. Ком в горле стесняет непрошенных гостей. Каждая ложка скромного ифтара словно горячий свинец. Мама, дабы исправить ситуацию, восклицает. Ой, да если бы я знала, что у нас будут гости, я бы приготовила что-нибудь другое. Я как раз закупила все для долмы. Ах, если бы я только знала, я бы и торт приготовила. Неудобно получилось. Услышав это, самая младшая, маленькая в семье, удивленно восклицает. Мама, разве у нас есть все это? Вскакивает и бежит проверять холодильник. Но через две секунды, захлопнув дверцу холодильника, возвращается с выражением обиды и сожаления на лице. В тот день те три подруги в полном смятении с трудом дожидаются окончания ифтара. Шли туда с такой легкостью и радостью, а обратно с огромным грузом на душе. Просыпаются на сухур, но ком в горле все не проходит. Слезы непроизвольно капают на тарелку. И на следующий день, встретившись в университете, они не могут сдержать эмоции. Давайте что-нибудь сделаем, как-то поможем. Но как? Предложить материальную помощь? Но это же положит конец нашей дружбе. Мелиха оскорбится, предлагает одна из них. Тогда им приходит в голову мысль. А что, если отправиться в ближайший продуктовый магазин и попросить продавца помочь нам в этом деле? Пусть он пойдет к ним в дом, возьмет пакет с продуктами и отнесет. Если они поинтересуются, что такая за щедрость, он скажет, что в магазине сейчас проходит рамадановская акция. Они раздают нуждающимся семьям помощь. Так и поступают. А на следующий день Мелиха приходит в университет счастливая. Девочки, в тот день мы были совсем не готовы принимать гостей, поэтому я снова хотела бы пригласить вас на ифтар. И на следующий день та самая маленькая девочка, что еще пару дней назад расстроенная хлопнула дверь пустого холодильника, сегодня светится от радости. Она то и дело повторяет. Смотрите, мама это приготовила. Смотрите, мама еще вот это приготовила. Смотрите, мама и торт испекла. И, возможно, в этот рамадан, в его оставшуюся часть, нам тоже стоит постучать в чью-то дверь. Нужно. Может, в эти дни есть дети, которым мы можем помочь, которых мы можем обрадовать, осчастливить. Может быть, где-то сейчас, недалеко от нас, живут дети, которые нуждаются в том, чтобы им подарили такую радость. Сейчас не самые лучшие времена, и многие остались без работы. И если в прошлые годы, когда наступал рамадан, и мы искали, кому помочь, и не могли найти, то сейчас мы абсолютно точно знаем, какие семьи сидят дома без пропитания. Какие семьи, в прямом смысле этого слова, перебиваются с хлеба на воду. Давайте в оставшуюся часть рамадана сделаем так, сделаем так, чтобы наша помощь дошла до адресата. Если вы не знаете, кому сейчас можно помочь, то я постараюсь, на момент снятия этого видео, я еще пока не знаю, но, скорее всего, я постараюсь найти фонды, которым можно доверять, которым можно перечислить сумму, и эта сумма пойдет на формирование продуктовых наборов. Если же вы знаете, где-то рядом с вами живет семья, которая нуждается, то помогите им сами. Но делать это надо крайне деликатно. Так, чтобы не оскорбить, так, чтобы это не выглядело как подачка, так, чтобы человек, принимающий вашу помощь, не выглядел как попрошайка. Потому что, по сути, это мы в них нуждаемся. Это мы нуждаемся в том, чтобы Всевышний оценил наш поступок по достоинству и сделал нас обитателем мира. Судный день, чашу благими деяниями, чтобы перевесила чашу с греховными деяниями. И книга жизни нам была вверена в правую руку, что значило бы, что мы вхожи в рай, мы можем войти в рай. Вот такой посыл сегодня у меня к вам. Вот такое простое, но в то же время очень сложное для меня видео сегодня выйдет на моем канале. Я вас очень люблю, и пусть Всевышний примет от вас и от нас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok